Всех приветствует Компьютерная Академия и наш партнер сайт Ремонтка.про. Сегодня у нас энергетический вопрос. Ненадежное состояние зарядки в Windows. Итак, при зарядке вашего ноутбука с 10-11 виндой вы можете увидеть уведомление. Ненадежное состояние зарядки. Проверьте зарядное устройство. Появляющееся по неясным нам причинам. Итак, в этом секретном видео мы расскажем о том, что именно имеется в виду, почему может появляться такое сообщение и следует ли что-то предпринимать. Итак, поехали. Итак, первый вопрос. Что означает ненадежное состояние зарядки и варианты наших действий на наших ноутбуках? Уведомление о ненадежном состоянии зарядки говорит о низкой мощности вашего зарядного устройства. И, например, в англоязычной версии Windows текст более ясный. Wake charging state. Это слабое состояние зарядки. И вот такое вот у нас сообщение все выползает. Обычно такое сообщение видят пользователи, подключающие неродное зарядное устройство к своему ноутбуку. Например, вместо штатного блока питания, вот в моем варианте 65 ватт, используется блок питания от какого-то телефона или планшета. Особенно часто это можно встретить с зарядкой по USB Type-C. Достаточно часто это у нас дело возникает. То есть, применяют зарядное устройство от неродного ноутбука, да еще и меньшей мощности, гораздо меньшей мощности, например, в два раза. USB Type-C то же самое. Вот он у нас привыкает так. Н-ное количество ватт, например, 30, 25, 45, например, ватт сюда заглотить. Да, это он может. А мы сюда подаем там, ну, 5-10 ватт, не более, не менее. Ну и, соответственно, вот эта вот надпись у нас будет. Проверьте зарядное устройство. Есть еще вот маленькое дополнение, конечно. В Хьюлитт Паккардах и Деллах, в их зарядных устройствах, имеется вот такой интересный джек-разъем. Но у него здесь не два контакта, не плюс и минус. Есть они. А еще внутри у нас находится не только штырек с плюсом, а еще внутренняя оболочка металлическая. Это как раз контакт контроля по блоку питания, по току именно. Вот. Если у вас вот этот проводочек нормально не работает, то есть ваш джек нормально не работает, и, соответственно, вы можете получить вот эту же надпись, что проверьте зарядное устройство. Это ненадежное. Вот этот вот третий контактович, он показывает, что ток у нас маленький идет. Наш ноутбук не получает нужного количества электроэнергии. Итак, что в итоге происходит и возможные последствия. Первое. Зарядка проходит, но медленнее. При высоких нагрузках возможен разряд аккумулятора, несмотря на подключенное зарядное устройство. Есть такое дело. Особенно, когда у нас само зарядное устройство слабенькое, непонятное, мы даем туда, играем какую-то мощную игрушку на нашем ноутбуке, и мы видим, что все подключено, зарядка стоит, все нормально, как бы, а аккумулятор разряжается. Так что, по-любому. Следующее. Могут не работать профили высокой производительности на нашей системе. В случае, если для них требуется обязательное подключение комплектного блока питания. Особенно, когда игрушки гоняем и так далее, комплектный блок питания должен быть по-любому подключен. Особенно, когда у нас есть хорошая, правильная видеокарта, и у нас ноутбук игровой. Вот как-то так. Как такого вреда от использования ноутбука при уведомлении ненадежное состояние зарядки как бы и нет, но следует учитывать, что при пиковых нагрузках в некоторых устройствах возможны сбои и неправильная работа. Скажу следующее. Вот именно сбой по блоку питания уже пару раз приводил к выходу из строя на наших ноутбуках, современных ноутбуках, накопителя формата М2. А почему? Блок питания. Я видел один ноутбук такой. Блок питания там такого не такого форм-фактора, конечно. Немножко по-современнее, будем говорить, такой прямоугольненький, сразу вилка на нем вставляется в розетку и так далее. И пользователь пришел к нашему партнеру, Сан Санычу, в магазин и говорит, вылетает у меня, уже второй раз вылетает накопитель М2 на ноутбуке. Ну, Сан Саныч и покупатель, так сказать, долго, они там аргументы всякие приводили и так далее. А я как раз рядышком стоял. Я так спрашиваю, а ваш блок питания сильно греется, когда вы подключаете на зарядку ваш аппарат? Он говорит, да, говорит, очень сильно. Я так посмотрел, форуфактор такой компактненький и так далее. Вот, и мощность там была нехти. Ну и, соответственно, первое, на что я обратил внимание, это ненадежность или недостаточная мощность нашего блока питания. А все они у нас импульсные. Соответственно, при нагреве могут быть нюансы. Соответственно, блок питания вот этого покупателя перегревался. Соответственно, у нас были броски там непонятные напряжения. Соответственно, все это прилетало на наш ноутбук. И первым реагировал это наш накопитель формата М2. Именно улетала не только информация, будем говорить так, а и само железо. Вот такая вот штуковинка. А кто был виноват? Это слабенький, родной блок питания. Бывает такое. Следующее, на что можно обратить внимание, в некоторых случаях лучше предпринять действия по замену зарядного устройства. Вот к чему и разговор ведется. Итак, если сообщение о ненадежное состояние зарядки вы стали получать при использовании родного блока питания, это может говорить о неисправности или неспособности отдавать нужную мощность. Предыдущая моя инфа как раз подтверждает это. Ну и последнее, в ситуации, когда вы поменяли штатное устройство на новое, и при его использовании появляется такое сообщение, вероятно, вы выбрали зарядное устройство без учета его мощности, и стоит обменять его на более подходящее, то есть большей мощности. Ну вот, в принципе, сегодня такая вот энергетическая обстановка на нашем сегодняшнем видео. Если у вас остаются вопросы, касающиеся сообщения, или ваш случай отличается от описанных в нашем видео, оставьте комменты под нашим видео. Мы постараемся разобраться с вашей проблемой. Так что, хорошей энергетики для вашего ноутбука. Это канал Компьютерная Академия и наш партнер сайт Remotka.pro Я думаю, данная информация была вам полезна. Смотрите наш канал, ставьте нам лайки, делайте подписки. С нами будет интересно.